И все, чтобы не забивать голову материалом, который требуется перевалить, а потом за ним усваивать следующее. Ну, представлюсь. Зовут Алексей Глебович, фамилия Явлеинов, кандидат в сельхознаук, эксперт в сельно-носийской категории, лавишник, председатель племенной комиссии. Ну, логического союза, ну, и так далее, и так далее. Весь Ковалевский банд, это очень неинтересно. Я теперь не могу это все перечислять. Вот. Специальность, в общем-то, у меня племенная работа, и научная, и всякая прочая. Так что я в основном по своей специальности. Вот. Ну, плюс к этому кое-что еще. Вот у меня бумага с наименованием и тем, и так далее. Она несколько нелогична, поскольку все начинается со стати общей анатомии, физиологии собаки. Без разговора о том, что такое собака, с чем ее едят и так далее. Желательно, все-таки, наверное, было бы сначала поговорить об этом. На эту тему. На тему, зачем мы существуем, как эксперты, для чего нужны эксперты и так далее. Есть смысл? Я думаю, есть. Есть, есть, конечно. Что они делают, какова их основная направленность, их основная деятельность, и какими методами и так далее, и для чего, и прочее, и прочее, и прочее. Поэтому я думаю, что мы начнем все-таки, скажем, с племенного дела в охотничьем самоколосте. Просто сначала поговорим о собаке. И начнем с этого. Потом, в этом же куске, в другие часы, поговорим о генетике, причем это довольно такой длинный разговор. В том, так сказать, ключе, как теперь иногда говорят, какой связан с собаками и с тем, что мы делаем, потому как курс генетики читать, естественно, я не собираюсь, не буду и так далее. Нужны общие понятия, от которых зависит ваша деятельность, как кино. Потому что, оценив собак, вы еще, в принципе, должны их потом и возводить определенными методами, по определенным требованиям, по определенным порядкам и так далее. Для этого существует такая вещь, как зоотехния. В общем-то, наука. Хотя иногда улыбаются. Мы называем сельхозспециалистов сельхознавозом. Это я хорошо усвоил, царство небесное, от академика Соколова Владимира Евгеньевича, который знакомился однажды со мной в гостях. Сказал, а, сельхознавозом, тогда пришлось принести кое-какие предметки. Потому что этот юбилей был рядом с домом. Когда академик ознакомился, то мне тогда еще в шпане малолетней было предложено место старшого научного сотрудника в Институте морфологии животных. Мне хватило ума отказаться. До сих пор жили. Вот. Но это лирическое отступление. Я думаю, что лучше, так сказать, по моей логике, не начинать со статий. Откуда, чьи стати, зачем, почему стати. Давайте поговорим о том, с чем мы имеем дело. Значит, собрались мы здесь для того, чтобы я вот тут сидел отдельно и вещал вам по некоторых вещах, связанных с кинологией. А вы глушали. И т.д. и т.п. Но вопросы можно, я думаю, задавать сразу, для того, чтобы этот запутанный, длинный, в общем-то, довольно, если бы настоящий, не сложный курс, усваивать можно только в разговоре. Вообще. Для того, чтобы было все понятно. Мне, например, лично надо, чтобы вы знали, для чего вы что делаете. Чтобы работа была создательная. Чтобы, стоя в ринге, вы знали, зачем вы это делаете. Потом, как делаете. Какими методами пользуетесь. И т.д. Об этом будут говорить и другие люди, которые будут вам лекции, и т.д. И дальше вас этому будут обучать эксперты, с которыми вы будете на стажировке. Дальше вы будете обучать себя сами всю жизнь и до конца. И сомневаться в правильности своих решений. Тот, кто не будет сомневаться, эксперт плохой. Сразу заявляю. То есть, это неминуемое дело. Можно сразу вопрос? Да. А какую литературу почитать? Может быть, вы сразу поозвучите рекомендации? Какую литературу читать? О той же генетике. Ну, по генетике вам вполне достаточно школьного курса. Вообще-то. Я буду говорить о вещах генетических, с позиции, так сказать, такой, генетики и логики развития. А для самого образования дома вот почитаешь? О вещах таких, как процессивные и доминантные признаки. Почему мы этим занимаемся? Каковы законы Менделя, о которых все говорят, что есть первый и второй, забывая о том, что существует еще и другой закон Менделя о свободном распределении гена. Об этом почему-то нигде не говорят, а штука эта очень важная. Почему я расскажу потом, естественно, когда буду об этом говорить. Теперь о современном собаководстве. Просто, ну, сегодня первые часы, мы можем просто поговорить, я не буду так читать вещи, которые надо записывать. Просто хочу найти точки соприкосновения и общие и не общие взгляды на собаководство улиц. Мы живем довольно для собаководства, я это имею в виду, довольно сложное время в нашей солнечной стране. При советах, в принципе, в собаководстве был порядок. И все скандалы и шум о том, что это было плохо, что это был тоталитаризм и так далее, заявляю совершенно ответственным. Не потому, что я совок, а потому, что я в это время был, жил и даже ухитрился большинством кинологического совета. Тогдашнего союза. Еще молоденький мальчишка, по сути дела. Дело в том, что потом это все разделилось в 90-е годы, и были образованы различные всякие объединения и так далее. Тут я об этом в охотничьей газете «Стадион» писал, повторяться особенно не охотно, кто захочет, тот найдет. О том, как это происходило. Потому что сейчас никто ничего не помнит. Вроде так оно и было. Нет, не было так. Был порядок определенный. Были утверждены на полном законном основании, так сказать, как положено, соответствующие нормативные документы, по которым мы жили. Единообразно. Поэтому можно было работать, разгардаша, так сказать, и раздрая не было. Потом были организованы всякие штуковины, и в результате, значит, Дуньку пустили в Европу, мы попали в Международную кинологическую федерацию. Если плохо это, нет, хорошо. Только попали туда, потеряв лицо для начала. И поступившись принципами, что я имею в виду, говоря о собаководстве охотничьих. Ограничимся на этом. Ну, и о служебном тоже, собственно говоря, это было. Ну, о функциональном, так сказать, утилитарном собаководстве, скажем так. Времена меняются, меняется и подход к отрасли, так сказать. Целью по документам, почти цитирую, нашего собаководства является сохранение и совершенствование существующих у нас пород охотничьих собак для удовлетворения потребностей охотника. Всё понятно, да? То есть мы совершенствуем и сохраняем выведенные породы. Выведением новых мы практически не занимаемся. Раньше это было оговорено в положении о племенной работе СССР. Там был отдельный раздел, и было написано чётко, что новыми породами мы не занимаемся. Сейчас занимаемся, и правда, не совсем успешно, но тем не менее. Занимаемся. Вот. Значит, это наши цели. Что написано в определяющих нормативных документах Российской гемологической федерации? Разведение собак адекватного поведения. Точка. Всё. Разница есть? Наверное, есть. А за эта разница следует, что собаководством охотничьим, по нашим понятиям, которые церанились в организации под названием Росзакон Рыболов Союз, к кою я отношусь. Были в Российской федерации охотничьего собаководства РФОСИ, потом он уклонился в европейскую сторону, в смысле в сторону эту вот. Такую. Сейчас там идёт борьба, но об этом что говорить. Короче говоря, мы занимаемся собаководством таким функциональным. Отсюда и все наши приёмы и стремления. И охотничьего собаку продолжает, так сказать, идти вот по этому пути. По пути совершенствования и хотя бы сохранения. Успешно это происходит? Не всегда. Там, где умеют организовать работу, вроде бы да. В большинстве случаев нет. Потому как организация ведущего охотничьего собакуоводства находится в промежуточном положении между делами Кинологической Федерации по Российской, то бишь международной, с её правилами. А с другой стороны, под правилами, которые существовали и существуют до сих пор в положениях о племенной работе и так далее. Много их. Причём интересно следующее, что в общем-то уставы и всякие прочие штуки Международной Кинологической Федерации совершенно не запрещают самостоятельность своих членов. Они вполне автономны. Почему-то наши так вот низкопоклонствуют. Зачем? Не знаю. Чтобы собака ласковой была, что ли? Как говорил товарищ один из известной комедии. Вот в какой период мы живём. То есть чем это плохо для собаководства? Плохо для собаководства это тем, что человек, который собаковод имеется в виду, не хочет и не может там по приотделённым обстоятельствам, имея не такую собаку, отвечать требованиям, предъявляемым его в нашем собаководстве, для того, чтобы осуществлять свою коммерческую деятельность. Ряд товарищей именно это ставит во главу угла. Уйти в другую организацию и там спокойненько, значит, осуществлять свои племенные дела. Вот и такой вот раздрай у нас существует, к сожалению, и до сих пор. Ну, значит, как я уже сказал, одной из целей это сохранение поголовья породных собак. Именно породных, отвечающих требованиям к породе. О чём я потом, не сейчас, а потом, когда буду подробно про породу говорить, здесь об этом, в Талмуде лекционном нету. Но знать эти вещи надо, поскольку об этом нигде практически не пишут, не знают. И на этой почве возникают иногда очень весёлые, в кавычках, эксцессы. Такие, как ежели вы в курсе собачьих этих всяких болений и дел, с карело-финской лайкой, о чём много писано, сказано и высказано. Мы на этом остановимся тоже, когда будем говорить про породы. Свою точку зрения я на это скажу. Думаю, что она логична и, так сказать, квалифицирована достаточно. Вот, решать будете вы, тогда уже более, так сказать, подготовленные к этому разговору люди. Какими же методами мы, собственно говоря, из каких понятий мы исходим, занимаясь основным своим занятием разведением для сохранения численности и разведением для совершенствования пород собак, что лежит во главе угла здесь. Под поддержанием и увеличением численности животных решается путём их реализации, их физиологической способности давать потомство, размножение я. А совершенствование определённых качеств предполагает несколько иное понятие, под названием разведение. Это творческий процесс, где размножение, то есть физиологический момент, используется как инструмент. А главную роль в разведении играет племенная работа. Таким образом, разведение животных это научно обоснованная система взаимосвязанных зоотехнических и организационных мероприятий, направленных на качественное увеличение поголовья количественное увеличение поголовья и качественное, отвечающее современному требованию, подчеркиваю, современным требованиям, улучшение его состава. Имеющий достаточно большой исторический опыт, богатую самобытную историю, о которой организуя всякие а-ля Европа штуки, своеобразные подходы к этому, основанные на особенностях России, территории достаточно большой, имеющих своих собак, именно под эти условия, и природные, и исторические, и традиционные охотничьи делали это собаководством. Наше собаководство накопило значительный опыт разведения собак и, так сказать, опыт самобытной, которая опирается на довольно, так сказать, прочную, в самом деле, за техническую основу, на приемы, которые приняты вообще в животноводстве, опробированные и так далее. Значит, какова же база основной компоненты разведения это племенной работы? И какими методами эта работа производится? Племенная работа базируется на двух явлениях природы. изменчивости, о которой мы сегодня поговорим, и думаю, на этом остановимся, и наследственности, о которой будем говорить позже. С одной стороны, не однотипности биологических объектов в пределах оцениваемой нами группы, позволяющие выделить наиболее предпочтительный вариант. Вот эта штука называется изменчивостью, то есть определение разницы между определенными группами животных, объединенных в эти группы нами. С другой стороны, способности этих объектов передавать в той или иной степени потомству эти качества. Это Пожалуйста, пожалуйста. Эта штука называется наследственностью, о ней мы поговорим подробнее, чем об изменчивости, потому что возвращаться к этим понятиям мы будем все без этого разговаривать, о том, о чем я должен говорить, просто не возбудим. Ну, как я уже сказал, изменчивость это не одинаково в биологических объектах в пределах группы. То есть в рамках колебания величин, признаков, лимитирующих возможность отнесения оцениваемого нами объекта к той или иной группе. Ну, какая может быть разница между чем и чем, что человек заметил сразу, что корова несколько отличается от лошади или овцы. Правильно? Что один вид отличается от другого вида. Ну, вообще можно взять всю таксономию, так сказать, там и различные разделения и сказать, вот эта лошадь это корова, эта лошадь рабочая, это лошадь скаковая, это лошадь рысистая, уже другая градация, правильно? А этот вот тяжелоосный столит, он совершенно не похож на рысака. у нас речь идет о собаке, животном, которое в общем-то в пределах вида кани с фамилиалис собака домашняя, имеет очень большие колебания по своему внешнему виду, ну я о них скажу, вот у меня бумажка есть, я поспаргалю в данном случае, это изменчивость какая? внутри видовая, внутри вида, собака домашняя, но по высоте в холке, от 120 и выше даже там есть по-моему, это иландские всякие волкодовые и так далее, до 15 сантиметров у маленьких комнатных собак, по длине туловища примерно от 135 у горных альпийских собак до 22 у комнатных декоративных собачонок, отношение максимальной величины к минимальной по весу как 55 к одному трудно себе представить, но тем не менее это есть и мы это знаем и воспринимаем вроде как данность как друг хотя в общем-то это удивительно и все это сделано было методами вот этой так называемой проклятой племенной работой с какими целями всюду с разными у комнатных собачек для удовлетворения эстетических иногда очень извращенных потребностей великосветских дам с другой стороны введение пастушьих псов и охраняющих еще и разбойничьих банд угоняющих скотину таких как среднеазиаты кавказцы и так далее или спасательных псов довольно большой величины под названием Сен-Бернард или Юфаулен которые имеют определенные экстерьерные отличия от всех остальных собак у них другой прикус в норме клещеобразный прикус для чего для того чтобы не повредить спасаемого человека замерзшего или тонущего ну что еще значит по объему как 200 к одному впечатляет наверное значит отношение росток длине туловища то есть индекс формата это признак который оговаривается и должен оговариваться в любом стандарте породы то есть документы по которым мы собаку относим к породе или не относим к породе или отодвигаем ее не очень хорошие скажем так с оценкой хорошо или очень хорошие с оценкой отлично и очень хорошо об этом мы поговорим значит по индексу формата примерно как один к одному квадратная собака где длина туловища равна высоте в холке близкие к этому собаке есть и ряд ананархопороды этого требуют такой квадратик в профиль до примерно один к четырем один к пяти вот таких собак как такса ну бассет скажем если считать его охотничьей собакой собака охотничья просто об этом забыл и длинная и так далее ну если брать для анализа более узкую группу собак допустим группу пород гонщик банджих и так далее то колебания отдельных признаков будут меньшими чем вот то что я сказал такой вот кошмар и ужас попробовали вот так вот взять вообще собаку и начать заниматься каким-нибудь разведением о чем я так говорю просто ничем не получилось потому что слишком большая разница и мы получили огромный разброс по экстерьеру животных именуемых вообще просторечие дворнягами и населяющих улицы городов а ныне леса и степи и лесостепи под названием волкопсов животного очень интересного но об этом будет время можно тоже будет поговорить ну минимальный значит в этой групповой изменчивости внутри групповой будет изменчивость у животных внутри группы внутри групповая изменчивость в данном случае у нас группой этой является порода на которой я потом буду подробно останавливаться то есть нас интересует внутрипородная изменчивость границы этой изменчивости определены стандартами пород и служат основанием для отнесения или неотнесения собаки к породе то есть нарушение определенных параметров не позволяет отнести собаку к породе ну например если русско-европейская лайка скажем горячо моя любимая будет иметь индекс формата близкий к индексу формата таксы то к породе русско-европейской лайки собак сиять не сена быть не может или если такса наоборот будет иметь близкий к квадрату формат тоже ну чем обусловлена групповая изменчивость она обусловлена в основном наследственными факторами то есть тем фактом что признаки определенные передаются от родителей к потомству и в ряде поколений и этот комплекс признаков вот носит название изменчивости генотипической потому что она имеет отношение к наследственности понятно почему это изменчивость генотипическая однако значит группа животных под названием в данном случае порода с чем мы имеем дело в нашей экспертной работе состоит из индивидуумов каждый из которых имеет свои индивидуальные черты только ему одному присущие одинаковых животных нет и выражается это в пределах круповых рамок определенных стандартам о чем я уже сказал в внешнем виде фенотипе животного естественно что индивидуальный фенотип животного определяет его определяется его индивидуальным наследственным типом генотипом который обуславливает норму реакции этого организма животного этого организма на условиях окружающей среды в пределах групповых рамок о чем я уже сейчас только что скажу эта категория изменчивости носит название индивидуальной изменчивости или фенотипической значит групповая гена типическая именуется а индивидуальная личная как отпечаток пальца в крайнем варианте или отпечаток носового зеркала у крупного рогатого скота неповторяемый никогда реализуется в этом фенотипе и только значит именуется фенотипическая изменчивость надо сказать что наследственно заложенные возможности далеко не всегда реализуются во внешнем виде вернее в фенотипе потому что фенотип это не только внешний вид об этом я сейчас скажу а только в благоприятных для его проявления внешних услуг почему я и сказал только что даже написал норма реакции организма животного на условия окружающей среды есть услуги признак проявится нет условий признак заложенный и возможный не проявится ну в статье там в учебнике который ранитетом стал здесь растащили или по-моему здесь еще продают ее там я приводил пример с догами которые попали за полярный круг ну обросли собачки в общем-то в пределах возможного то есть в них этот показатель наследственно заложен но спит поскольку нет условий для проявления этого показателя понятно что я имею ввиду да ну такой близкий нам и уже при моей бытности в экспертах ну часть поголовья лаек в частности западно-сибирских тогда об этом шла речь стала вдруг крупной и так далее хотя привезенные в Москву мужуками оставшимися в живых после Великой Отечественной войны вышедшие живые из мясорубки этой охотой занимались часть профессиональная часть любительских много охотников было в городах таких как Москва где все-таки сравнительно было что поесть потащили сюда западно-сибирских лаек в частности ну не только западно-сибирских вообще собак но их тогда было много могу сказать почему именно лаек не потому что я их люблю не потому что это отечественная порода а просто по определенным причинам другого рода экономическим кстати что сейчас очень модно говорить что все определяет экономика вот собаки попали в другие условия кормовые и когда эти псы жили у промысловиков то естественно они получали кое-чего поесть а в ряде случаев и не получали кроме промыслового сезона просто слялись по улицам и где-то там что-то подбирали и так далее ухитрялись оставаться живыми охотясь сами по себе и подбирая отброс но это плохо в основном приличных собак все-таки промысловик держал в нормальных условиях но поскольку ему самому было иногда кусать-то особенно нечего то есть собачки этих своих наследственных задатков роста не проявляли а тут попали в условия где можно проявить и полезло поскольку наши высокограмотные очень уважаемые и самоотверженные люди не усекли этого момента пошла вот такая вот штуковина и привело это к тому что пришлось менять стандарт породы в 70-х годах увеличив его крайний предел в максимальную сторону на 2 сантиметра вот к чему это приводит рациональное это нет вообще-то с точки зрения промысловика собак стал тяжелее стало больше жрать лайка животное которое реализует корма очень хорошо это выведено так сказать многосотлетней селекции и так далее вот это так называемая фенотипическая изменчивость сказал есть изменчивость фенотипическая в основном групповая фенотипическая в основном индивидуальная и есть еще один вид изменчивости о чем я хотел сказать это происходит когда когда различные индивидуальные наследственные типы родителей, сводим их в пару, потом же придают новые. Когда генетику буду рассказывать, я об этом буду говорить подробно, поскольку это к самоколосству имеет непосредственное отношение. Мы получаем другого внешнего вида животных. Вдруг свели, ну так, футурируя, допустим, черненьких и беленьких, а получили каких-то полосатеньких или еще что-то в этом роде. Я не фактический материал, просто говорю, что мы получаем новый признак. Чем это для нас хорошо? Мы можем, этих животных увидев и выделив, получить новую разновидность, в данном случае собаки. Ну, сильно этим упользовались в хорошие времена, когда еще не развалилось кое-чего под названием народное хозяйство. Пользовались в звероводстве, не только нашим, но и американском, канадском и скандинавском, получив, скажем, ну, 34, по-моему. Хотя стыдно мне этого не знать. Но, тем не менее, разновидности норки. От чисто белой до совершенно черной. От длинноволосой до такой типа Rex, коротковолосой норки. Там этим пользовались вот этой вот изменчивостью, которая, значит, именуется комбинативной. Штука довольно важная, и знать об этом надо. Об этом почему-то в собачьих всяких учебниках особенно и не пишут. Так, слегка колопом по европам, проезжаясь по генетическим основам разведения. Вот. Как я уже сказал, вот эта комбинативная изменчивость позволяет в дальнейшем закреплять вновь полученные признаки, или от них избавляться, что чаще всего нам приходится делать. Потому что вылезает то, что было в скрытой форме, спрятано в наследственном аппарате родителей. Мы этого не видим. Об этом мы будем говорить. То есть это носит процессивный характер. И спрятано за работой, за действием доминантной половины вот этого признака. Олени, так называемые. И вот чем тоньше, я об изменчивости заканчиваю, мы можем улавливать вот эти индивидуальные отличия между животными в пределах группы, тем больше нам цена как эксперта. Понятно почему. Потому что вылавливая тонкости, мы можем в меньшем количестве случаев их закреплять, если они желательны. Это бывает не так уж часто. Это везение. Вдобавок везение, если это еще дело усекут, ущучат, там как еще есть синоним этого слова. В общем, увидят, да еще сумеют грамотно использовать. Но большее значение это имеет тогда, когда мы замечаем или хорошо проявляемый, а чаще не очень хорошо проявляемый, какой-то нежелательный нюанс. Вот для этого и существует категория людей, куда вы стремитесь, именуемая экспертами по охотящему собаководству. Разговор шел о внешнем виде, но собаку определяет не только внешний вид, на чем, собственно говоря, и, так сказать, споткнулись и разошлись наши мнения с экспертизы. И на выставках Российской кинологической федерации и так далее. Об иницировке я буду говорить позже, сейчас не стану вам мозги компонсировать по первому дню. Второй частью фенотипа, то есть индивидуальных особенностей собаки, внешнего ее вида и является вдобавок ко всему ее рабочие качества. Это тоже часть фенотипа, который мы оцениваем. И экспертов разделили на две половинки. Одни эксперты по внешнему виду, по экстерьеру, а другие эксперты по полю, то есть по рабочим качествам. Как этот экстерьер реализуется в практической деятельности собаки. По всей причине, русская псовая борзая по своему внешнему виду несколько отличается от собаки нордой. Ян Бончий. Поскольку и та, и другая, допустим, и борзая, и Бончия бегают, это основной их породный признак, но бегают они по-разному. И с разной целью одна, я имею в виду наших борзых, не этих, среднеазиатских, она должна зверья увидеть и на коротке его поймать. Этим обусловлен ее внешний вид, то есть два этих понятия, рабочие качества и экстерьер собаки, взаимосвязаны. Очень плотно. Не может собака, имеющая экстерьер, внешний вид и все показатели, ее составляющие, выполнять определенные функции успешно. Борзая не полезет в нору, такса не погонит. А Гончия приспособлена для того, чтобы зверя гнать долго. В процессе историческом эти функции меняются. Я имею в виду, как пример, очень удобную Гончию собаку. В зависимости от того, какие практикуются охоты, требования к этим собакам весьма изменились. Когда существовали охоты парские, когда для охоты безружейной, естественно, использовались Гончии, Псы и Борзые для ловли зверя. Не только зайца, как принято у нас, но еще и красного зверя сейчас, правда, тоже ловят. И волка. Ну, такого, в общем-то, среднего качества волка. Матерого взять нельзя практически. Был такой фокус, когда позвали меня отсудить выставку собак в Байконуре. Я туда поехал, страшно мне было, любопытно и так далее. А там местные товарищи-милиционеры волка завели, держали у себя на псарне, на своей служебной. Кормили его, псарне, около рынка. Волк принадлежал товарищам-милиционерам, у которых, по-моему, харчей не ограничено около рынка. Он был ничего себе, так хорошо питался и так далее. Ну, и борзятники тамошние, там их было, в общем-то, человек 10, наверное, с борзыми собаками на весь Байконур. Давай испытаем, значит, по волку. Ну, когда мы пришли туда, я сказал, ребят, я в этих самых, в кровавых собаках участий не принимаю. Ну, нельзя, потому что современную борзую, они там и московские, и большую частью ленинградские были, он просто-напросто играючи ударит. Но, тем не менее, такие собаки были, они были нужны, их культивировали, они были гордостью владельцев, имеющих возможность разведения этих собак на крупных псарнях, потому что с малым количеством работать нельзя, мы об этом тоже поговорим в своё время. И требования, я начал говорить про гончую собаку, несколько изменились. Тогда в её функции входило что? Выжать объект охоты из крепких мест. И после этого напускались борзые собаки, набрасывались. Звер бывал взят. Любой. И заяц, и волк, и лиса, и... Если нужно, то и крокодил, если побежит. Вот. Теперь таких охот нет. И постепенно функция гончей собаки изменилась. И она из собаки, которая использовалась в виде стай, стаек, ну, реже смычков, это уже более позднее произведение, превратилась в собаку индивидуального, так сказать, пользования охотника пешего. Для того, чтобы зверя не только выжить, но ещё и погнать по-умному к охотнику под выстрел. Так что в историческом аспекте требования к нашему части фенотипа под названием рабочие качества меняются. Меняются они и сейчас. Все эти изменения трудно воспринимаются экспертам, так сказать, в общем понимании, поскольку существует документ. Называется правило испытаний. Но с другой стороны существует документ под названием стандарт. И это прекрасно. Существует документ. Но, увы, ребятки, существует ещё и эксперт. Человек, который должен иметь глаза, которые расположены в голове, то бишь у должен иметь голову и видеть, и учитывать некоторые вещи, которые в бумажках не написаны. И вот этим отличается хороший эксперт от эксперта формального, среднего, которых мы имеем достаточно много. А вот стандарт написано. Но почему-то ты собаке даёшь оценку отлично, что сейчас очень модно, а у экспонентов модно возмущаться. Моя собака всегда говорила, отлично, а ей дали очень хорошо. Это достанённая вещь. Это я ответственно заявляю, поскольку эксперт давно и в ринге, и главный на выставках, и так далее. То есть я все эти претензии знаю хорошо. Вот. Это меня. Ну что же это такое? Извините, пожалуйста. Да. Не могу, Лев Суичный. Потом. Вот тоже. Разваливается секция понтеров. Образуется новое руководство. Прежнее возмущается. И так далее. Вот из чего тоже состоит, дорогие мои, будущие эксперты, охотничье собаководство. Охотничье в частности. Собаководство вообще. И целая куча всяких интриг, скандалов и взаимоотношений. Это тоже немаловажная деталь охотничьей кинологии современной России. Так что экспертиза штука очень многоплановая и разнообразная, требующая, в общем-то, определенных способностей, наклонностей и взглядов на вещи. Формальный подход здесь не проходит при нормальной экспертизе. Вот чему вас и будут учить. Почему вам будут объяснять довольно подробно стандарты. И дай бог будут объяснять, почему эти стандарты именно такие, а не какие-нибудь иначе. Почему требования при испытаниях собак определенной группы пород именно такие, а не какие-нибудь другие. Почему в них заложены определенные показатели, которые мы обязаны оценивать. Зачем это? Это вам, я надеюсь, будут объяснять. Я вот эти вещи вам объяснять не буду, это будут делать другие. Почему я об этом говорю? Потому что желание сделать что-нибудь новенькое и отметиться историей, оно свойственно человеку и так далее. Когда-то Валерий Брюсов определил человека, который пишет на стенах, уродует памятники архитектуры и так далее. Он объяснил это чем? Что это желание личности в зависимости от уровня ее ничтожности себя увековечить. Ну, не может Евгений Онегин написать, так и на заборе напишет это, что забору совершенно не соответствует. Вот и все. И желание такое есть и у наших экспертов. У экспертов довольно высокого ранга. И появляется стремление менять что-то своего имени, чтобы было изменение. Зачем? Объясняют крайне редко. Ну, сидя в этих организациях, которые там что-то меняют и поднимают, опуская руку, ваш покорный слуга этот вопрос задает, за что его часто не любят. А зачем? Было сделано, сделали люди умные и так далее. Ну, например, было желание у наших великих экспертов отменить такой показатель, как стиль полигавых собак. Зачем он нужен? Ну, ежели подходить к вопросу охоты с чисто утилитарных позиций, свойственных германскому собаководству скажем. Чем больше насшибал, тем лучше. Русский охотник отличается еще тем, что он эстет. Ой, независимо от его происхождения, будь он потомком белой кости или мужиком испокон века, этого не отберешь. Красиво, любим. Но не в этом только дело. Сти отличает одну породу от другой. Анна, заходи, я тебе расскажу. Привет. Садись, я тебе рассказываю. поздороваться научиться решила. Вот, я скоро дождусь. Сейчас положу все в машину. Вот. Игорь Михайлович, а переход у вас не будет сегодня? Я отпущу их и все. Через сколько? Ну, ну, не знаю, максимум через 10 минут, через 5. То есть, не через 2 часа? Нет. на раму, почему-то? Ничего. Произменчивость поговорили, у вас там вопрос будет, на него ответите. А про генетику я вам буду говорить, когда вы уже будете к этому подготовлены. Ну, что я буду начинать? Мне придется ломать тогда себя через коленку. Вот. Значит, на чем я остановился? У меня уже склероз. Или лист галлых собак? А? Да, насчет стиля. Ну, дело-то в том, что это очень важный, не только так внешне, породный, там действительно, чем отличается по антиратору английского сыпа. работа-то разная. Но ведь дело-то в том, что стиль этот неминуемый, чего не учитывали авторы, так сказать, отмены почему-то. И добычливость этой собаки. Об этом-то надо тоже думать. Почему понтер работает так, скачет быстро и так далее, а англичанин с телечимся галлопом работает. но в среднем понтер работает N часов, а англичанин 2 или 3 этих N, потому что у него рациональный стиль, обусловленный его экстерьерными особенностями. углами сочленений и так далее, об этих статях вам будут договорить. То есть все это взаимосвязано. Отдельно попрошу вас очень, хотя вам будут разные люди разные лекции читать, попытаться в своей голове эти вещи не разделять, а именно попытаться это объединить. Почему одно связано с другим, экстерьер связан с рабочими качествами, рабочие качества связаны с типом нервной деятельности и т.д. и т.п. А сегодня я хотел вам рассказать про изменчивость и только. Вот эти категории изменчивости я вам дал и занимать ваш мозг тем, на чем зиждется наследственность, то есть почему мы можем направленно работать в совершенстве определенные качества животных, с которыми мы работаем. Я хочу все-таки сделать, чтобы на свежую голову, чтобы не путалось, изменчивость наследственности. Ну, начать наследственности можно, раз упрекнули, что я такой вот нахальный и вас быстро отпускаю. Не хотите, чтобы отпускал, значит, то рассказываю. Значит, просто начать. лезть в уже такие вещи, как законы Мендовы и так далее, саму конкретику. Я не буду, я расскажу вам, пожалуй, про историю вопроса. Идет? Идет. Значит, почему от корова рождается теленок, а от ослицы рождается почему-то осленок, а не в коем случае не лисенок, человека интересовал, по-моему, с момента его возникновения. Он еще на четыре кости полностью не встал, а его этот вопрос уже волновал. почему у него при его брачных отношениях с его пещерной супругой не рождаются крупные рогатые скоти. Ну, он не рождается, и все. И это было очень интересно. И человек пытался себе это объяснить. И в зависимости от уровня знаний в ту эпоху, в которой он жил, объяснял эти вещи по-разному. Так рождалась биология и наука о наследственности, ее начатке. Ну, как себе представляли люди очень давно жившие этот процесс. Я отбрасываю разные нюансы. Не буду я вам мозги забивать. Значит, что в организме женском, материнском содержится в миниатюре существо, которое родившееся и выросшее станет подобно маме. А в папе существует так называемое жизненное начало. И при стрессе вот этих вот начал этот гомункулюс для человека или какой-нибудь там, я не знаю, собачонок начинает развиваться, рождается и так далее. Логично? Вроде да. Только не на все вопросы это отвечает. Ну, получается, так, а почему они разные? А почему при различных сочетаниях получаются иногда совершенно неожиданные и необъяснимые результаты. и т.д. и т.п. Ну, человечество жило, наука развивалась, круг его человека, то есть гомо-сапиенс знаний расширялся и т.д. И краеугольным, так сказать, поворотным камнем здесь оказалось изобретение микроскопа и открытие того, что организмы живые состоят из клеток для начала люди стали исследовать эти клетки и в процессе исследований нашли довольно сложный, так сказать, их морфологию, их состав. Было открыто клеточное ядро, были открыты его составные части, были открыты так называемые митохондрии и т.д. И дальше уже изучение этих вопросов пошло по со всего заоставящей скорости, которая в результате потом родила науку под названием генетики. В своё время удавленной генетика в России в 1948 году довольно крепко. До этого времени генетика русская была по сути дела главенствующей и у нас были основные лица со знаменитыми именами, которые определяли, так сказать, мировой ход этого. всё это было убито, но рассказывать историю Лысенковщины я не буду. Мне грешнику повезло. Я в ВУЗе учился в 60-х годах. Как раз тот самый момент, когда генетика была реабилитирована. Но на первых курсах по сути дела чуть ли не до последнего нам читали лекции по Мечулинской биологии. Сейчас спроси кого. Никто этого не помнит, не знает и вообще. Даже этих терминов не знает. Это довольно интересная вещь. Но можно этого не знать. Совершенно определённо. Ну вот. Значит была открыта клетка. Её исследовали. А в 1861 году произошла так сказать год рождения генетики как науки. Монах Григорь Мендель открыл свои законы. О них я буду говорить отдельно. поскольку они к занятиям которым нам в результате наших экспертиз и всяких прочих штук как результат это разведение и само. И определив определённые параметры качественные фенотипически мы эти параметры используем для того чтобы животных разводить. а чтобы получить определённые результаты мы должны знать определённые законы и закономерности. Об этом я буду говорить сравнительно подробно совсем подробно не могу времени не хватит. очень далеко включая такие вещи как генная инженерия и так далее но об этом мы говорить не будем получать генной инженерных собак в нашу компетенцию не входит да и в общем-то стоит ли можно это делать не с помощью как в полуприличном анекдоте электричества и пара а старым проверенным способом хотя эксперименты в настоящее время поисков новых способов продолжаются в человечестве. Значит я так сказать вкратце пробежался по тому и упустив один момент что до уже при открытии после открытия клетки до открытия законов Минделя все объяснялось очень такой убедительной вещью понятной логичной до нельзя и простой вроде бы как кровность термин бытующий в животноводстве да и вообще в биологии до сих пор и мы этим пользуемся отчасти по инерции и так далее потому что удобно и так далее что сие значит от папы и от мамы будущий потомок получает ровно по ровну правильно они равны половинку от папы половинку от мамы значит если они разнокачественны по породе допустим и повязали допустим русско-европейскую лайку с русской же годчи то то мы имеем потомство так называемых полукровок 50% того 50% этого если мы повторяем спаривание вязку в смысле поспоководчика на одну из исходных форм то мы имеем три четверти так называемой крови родителя родителей вернее на которых значит было вот это спаривание произведено это называется поглотительное скрещивание и так далее об этом я буду говорить рассказывая о методах разведения вот далее значит если мы будем продолжать эти фокусы мы будем иметь значит здесь четвертушка и три четверти дальше восьмушка и семь восьмых и т.д. и т.п. в животноводстве принято штуковину эту проделывать с ажатным внутренним скрещиванием с поглотительным до пятого поколения после четвертого поколения ежели другая там порода или что-то такое что мы отмечаем не встречается в ротословной то дальше животное считается чисто породным это просто принято а на самом деле это неправильно я об этом буду говорить об этом не говорят к сожалению потому что забывают что существует еще там к двум загонам Менгаля основным существует еще закон свободного дрейфа генов так называемого то есть то что спрятано в процессивной так называемой непроявляемой форме в индивидууме при определенных обстоятельствах может выскочить не через пять а через двадцать пять поколений случай такой я наблюдал это не болтовня и не треп мне повезло наверное потому что мне приходится вот вам эти штуковины все рассказывать это где-то в первой половине семидесятых годов в Салтыковке два года подряд на выводках лаечных один раз в русскоевропейских лаечных другой раз в западно-себетских встретились особи с длинной псовиной с закругленными кончиками ушей и т.д. и т.п. происхождение не подкопаешься фальсификация была невозможна собаки родителей этих в смысле вот этих вот индивидуумов выставленных принадлежали людям которые фальсификацией заниматься не будут эти люди делали лайку породы они делали и в честности сомневаться не приходится они денег на этом не дали объяснили было трудно причем значит ну признаки чего там оказались так вот внешне признаки оленегонной лайки длинно длинно волосой длинношестной не будем говорить это овцеводческий термин к собакам он отношения не имеет хотя весьма распространен вот как я уже сказал с такими вот ушками не совсем подходящими к нашим лайкам и так далее слава богу была жива тогда еще Людмила Владимировна Ушакова человек который по сути дела начинал лайководство заводское и работал еще в те времена когда лайки не делились на породы у нее была удивительная память несмотря на то что она 13 лет отбыла за колючей проволокой она была одним из референтов министра тяжелой травмыскности когда-то в 30-х годах память у нее была фантастическая совершенно породы она знала дай бог нам грешникам стали копаться по бумагам докопались до тех моментов когда бумаги начали вести до этого то их не вели и в самом конце это в 12-м колене узнали что и у западно сибирских кайлайки этой и у русско европейской были одни и те же олени гонные собаки в родстве одни и те же с теми кличками с теми туда начали только номера присваивать вот вот что бывает можно это просто так объяснить не зная определенных закономерностей нет нельзя значит их надо узнать просто напросто и не удивляться ах откуда это взялось ах на пароль ах взяли пошли формародни повязали и так далее и теперь продают как лая не всегда и не все собаководы жулики правда не все жулики собаководы но тем не менее так что вот такие вот вещи вот о чем я вам буду рассказывать останавливаясь повторяясь более подробно потому что вещи надо знать есть эти штуки в билетах частично есть частично нет но я это делаю для того чтобы вы это знали для того чтобы задавали вопросы попытаемся на них ответить не выйдет заглянем в книжечку какую-нибудь подумаем сообразим вместе и это будет более продуктивно нежели я буду вам сейчас открою такой вот талмуд и буду его читать этого делать не надо прав я или нет скажите пожалуйста молчите значит не совсем прав ладно все-таки я буду достаивать на своем а уточнить можно по поводу тех лайк у которых предки были ареневодческие собаки на той выставке им поставили оценку очень хорошо или скажем так их допустили к дальнейшей пароге использованной в пароге или нет вас интересует такой вопрос очень интересно не но если изначально в 30 я сейчас скажу собакам этим судил выводку я эксперт тогда низшей второй категории конечно была дана оценка до свидания никакого очень хорошо и отлично там не бывало это были не те времена это сейчас ходят и ноют поставь мне и так далее у меня отлично это да у тебя отлично а у собаки нет то-то 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 и то-то в чем здесь фокус в нашу скандальную эпоху назовем это явление эпох черт с ней пусть она порадуется этот период времени значит эксперт отличается от человека стоящего за веревочкой с плотками или за лентой отличается тем что он свои действия должен уметь объяснить обязан если он этого не делает он не эксперт всегда ли этот двуногий индивидуум может объяснить свои действия не всегда но объяснить должен потом неделю мучиться если он приличный человек додумается в следующий раз будет правильно объяснен если эксперт не может объяснить свои действия он не должен совершать определенных поступков оценка присваивается совершенно железно есть правила проведения выставок о чем мы будем говорить я кстати по моему это все буду вам рассказывать значит оценка отлично это отлично оценку это обесценили в настоящее время это собака которая изряд вам выходящая за ней следует очень хорошо это тоже самое отлично только с некоторыми отрицательными нюансами маленькими такими которые для породы никакого значения для наведения не имеют а в конечном итоге оценка собаки одна из так сказать частей полной оценки собаки на выставке это оценка ее эксперт очень хорошо отлично практически не отличается и поэтому ходить и ныть почему у меня не отлично не хорошо хотя очень распространено а вот дальше начинаются уже серьезные вещи потому что собака получить оценку хорошо может при наличии определенных деталей отрицательных в ее внешнем виде они определены правилами проведения выставок об этом я буду говорить сколько чего надо должно не дохватать так сказать у собаки кроме вот этого почему я на этот вопрос так начал отвечать усиленно кроме оценки на что все обращают внимание существует место в ринге на это обращают внимание меньше но это серьезная вещь а оценка от отлично до хорошо то есть то что оставляет собаку в породе имеет совершенно четкие границы одна оценка от другу собака имеющая экстрель под названием отлично она практически беспорочна таких собак не бывает это на усмотрение эксперта насколько какой-то нюанс силен или не силен если силен то это уже очень хорошо но это не порог это не дефект это некоторое отклонение от желательного по стандарту типа для для этого существует у эксперта орган под названием глаза ну и думать надо кого куда ставить в принципе оценка отлично эта штука очень должна быть редкой я грешен как и все эксперты тоже даю отлично бывает не не жаляю бог с ней ладно особенно при малом поголовье и так далее хотя формально это неверно оценка очень хорошо это тоже самое отлично но при наличии определенных нюансов отрицательных которые не мешают племенному использованию которые или практически не наследуются хотя таких признаков нет ну которые проявились естественно в процессе выращивания и так далее чуть-чуть это уже очень хорошо а вот дальше идет штука которая оставляет собаку в ранге племенных оценка хорошо где есть существенные мягко говоря недостатки которые в некоторой степени снижают такое приоритетное использование этого индивидуума племенной рабости а дальше идет удовлетворительно и так далее то есть мы тут с давних времен с выставок до Кребрского переворота или Великой Кребрской Клинистической революции кому как угодно в зависимости от наличия партийного билета в душе и в кармане вот это некоторая доля ханжества в этом есть потому что отлично это отлично очень хорошо но это хорошо вообще-то но очень и не очень 4 с плюсом и 4 а дальше идет хорошо что это такое в принципе это то что нас удовлетворяет правильно то есть это удовлетворительно а дальше следует такая не надо смочиться я говорю что это в принципе нас удовлетворяет я беру этимологию слова поэтому мы тут немножечко ханжим удовлетворяет мы можем эту собаку использовать на племя как говорят животноводы старые оставшиеся еще несколько живых можем ее использовать то есть это нас удовлетворяет а дальше идет неуд но поскольку мы люди очень вежливые мы не можем сказать про собаку что она неудовлетворительная одним из одной из заповедей эксперта является то что он не должен говорить обидных вещей по сей причине потом буду рассказывать описание собак мы начинаем с хвоста ринга для того чтобы хоть как-то утешить владельца мы всегда я к этой категории себя частично отношу нормальные эксперта начинаем с того что рассказывая про не очень хорошую собаку про нрань короче говоря мы начинаем говорить что это собака вот такая вот вообще что это блеск что это вообще ой-ой-ой если бы не и дальше пошло первое второе психологически это не так обидно владельцу ругаться эксперт не должен особенно ежели он находится в ринге правда за рингом он тоже не должен о чем часто забываем на последней всероссийской выставке или последней но не суть важна я вас на сибирских лайк судил стоит мужик ну слегка принял естественно и вот меня обсуждает поливает что я не так я говорю вы кто вообще я эксперт да а как ваша фамилия потому что я хочу этот вопрос обсудить на квалификационной комиссии вообще эксперт не может по этике эксперта обсуждать действия другого эксперта вот неприлично но мы об этом забываем мы очень о многом забываем теперь нас этому учили на курсах и учили не только на курсах за разные фокусы попадало очень сильно от людей которых наших учителей которых мы очень уважали ну изменились обстоятельства я не для похвальства просто так потому что стажировочки допустим меня грешного мои проходили в рингах где было на московских выставках ну вообще волчейбольца полусотни собак в одном ринге максимально у меня было сейчас страшно представить то ли 113 то ли 115 кобелей в одной группе возрастной в одном ринге в одной возрастной группе такого рода стажировочки они как-то так научают кое-чему это трудно сейчас валандуются с рингом в пять собак это легче чем 70 как сказать может быть и не легче потому что там ты мыслишь так сказать крупноблочно неминуемо ну стараешься так сказать уходить а здесь тайные сомнения душат эксперта и он в трех соснах заблуждается но это уже так сказать а способах экспертизы и так далее об этом мы поговорим потом и тогда уж прошу вопросы задавать обязательно потому что вам работайте братцы мне хотелось бы тоже но работать вам вопрос прям по ходу можно пожалуйста хоть по ходу хоть не по ходу вот вы сейчас нам рассказываете про экспертизу процент собак на ринге у меня вот такой вопрос есть одна маленькая сноска не важно того какие у собаки рабочие качества сколько у нее диплом и так далее на момент выхода собаки на выставку собака должна быть выставочной к конец почему наши эксперты особенно московского центрального региона закрывает на это глаза отлично когда собака весит 50 кг допустим как мы можем с вами обсуждать стиль работы собаки в поле с таким весом и вообще у меня возникает вопрос но собаки рабочих диплом как у будущего эксперта собака с таким позвольте я отвечу одним словом я не вам вопрос я не вам вопрос я вам сейчас объясню какое может быть миссис зонье у легавой собаки я у лайки я понимаю бывает миссис зонье а у легавой собаки какое миссис зонье собака легавая сейчас обрисуем интиментальную программу на универсальное да нет не надо все валить в одну я не валю я вас спокойно не надо сразу становиться в стойку нет нет все не пойдете я буду отвечать да я вас слушаю значит по правилам собака выведенная на ринг в невыставочных кондициях экспертизе не подлежит золотые слова поглаживание вовремя так и чё мои слова это написано в правилах проведения выставок я ничего подобного я объясняю почему эксперт так поступает почему он так поступает почему он так поступает на выставке на экстерьерном ринге почему он так поступает потому что бывает ситуация когда он не это относится несколько иному моменту значит у него собака может там не остаться да вы с половиной привели раскормленных как бочка естественно эксперт если он эксперт если он действительно проводит экспертизу пустив пустив эту собаку он закрыл глаза что она не в невыставочной кондиции потому что здесь возможен количество вероят правильно сильно невыставочной кондиции не сильно невыставочной кондиции это зависит от мнения эксперта правильно секундочку так он этой собаке не может дать оценку отлично правда он не может написать потом в отчете в описании что она в невыставочной кондиции а потому что он напишет если у него мозги еще не совсем и он не выпил во время работы что бывает к сожалению на теперешних рингах значит он напишет что собака излишне загружена а вот невыставочной кондиции это приговор и такая вещь как допустим не соответствует типу конституции штука весьма расплывчатая вообще-то отнесение собаки к определенному типу конституции кому нравится поп кому попадья а кому попова дочка или как сказал классик кому арбуз а кому свиной хрящик это дело такое точного определения типа конституции нет типов конституции много и они не ограничены тем чем пользуемся мы наши так сказать учителя и предки написали в стандартах эти типы они бывают и другие они по другим показателям делятся бывают лептосомные или сомные типы дыхательные и не дыхательные бывают другие категории конституции нежные например о котором мы не говорим и т.д. и т.п. но ежели вы берете на себя смелость говорить о том что собака не того типа конституции эта собака вне породы сразу она не подлежит оценке относительно испытаний почему у собаки липовые дипломы я могу вам задать такой же вопрос точно и у меня на него точно так же как я ответите здесь играет роль человеческий фактор в лучшем случае знакомство и так далее собакой даже по полевым условиям работали вместе и так далее это лучший случай другой случай человеческого фактора когда лизнули лапу эксперту или с этой стороны поцеловали или что-то туда положили бывает бывает на прощание расскажу случай с собой который меня научил многому не развязывая свой язык не подумал проходят беличьи испытания в те времена их было много по всей московской области вымотались основной функцией лаек все-таки была добыча пушлины из-за чего эти породы и существуют об этом вам расскажут когда будут говорить про лайк я наверное буду на этом останавливаться кое-где закончили все по нашему обычаю сели закончив работу отметить дело то бишь выпить закусить стоит мужик и ноет диплом ну да диплом надо надо ну надоел я говорю иди сюда ты знаешь сколько стоит диплом ну дурака валяю явно я-то не думал что это можно воспринимать всерьез а сколько диплом в первой степени стоит ящик коньяка я сказал ящик это значит столько-то будто не помню а у нас там требует в области в третьей степени отставить ушел мы продолжаем разговаривать все хорошо по плечу принес ненщик вот тут я потерял дали речи и вовсе не потому что переврал за дружеским ужином я обалдел потому что до этого надо допереть он принес но я не знаю там сколько он принес я на это не смотрел я ему на ушко шепнул беги и что бы тебе честенок несколько секунд здесь не было а то я мужикам сейчас скажу и тебя здесь по лаечному обычаю слегка размажут по окружающим деревам ну и в догонку говорю собаку-то потаскали неделю хотя бы влезь что на белку работать не будет что-то лайкать нормально и показать надо просто на дрешку то она сработает если зверь в год их есть и приходи вот через неделю через две собаку только по полюсу по воде они не у воде гулять по Тверскому бульвару пришел собака двушку получила все нормально безо всякого коньяков но язык себе я откусил на всю жизнь потому что шутить можно не со всеми бывает вот такая вот реакция так что к этому тоже надо быть готовым вот а относительно липовых дипломов ну что ж люди пошли в эксперты наверное для того чтобы давать дипломы а не для того чтобы оценивать работу собак и между творческим процессом и извлечением нематериальных выгод есть некоторая разница только и всего давайте еще кавержный вопрос не надо меня так жалишь посмотреть ваше мнение как экспертов с огромным ну спрашивайте что-нибудь а тогда еще можно один вопрос да хоть два как вы относитесь и ваше отношение к черным Драдхаров это вопрос хороший к черным Драдхарам я отношусь хорошо это ваше личное мнение а мнение экспертов нет это не только личное мнение на Орловской выставке памяти Ивана Сергеевича Тургенева главным я был экспертом на выставке привели четыре головы черных дратов судивший Драдхаров Владимир Солганик судить их отказался то ли по дипломатическим причинам то ли потому что он действительно их не любит нет я говорю хорошо давайте в главную экспортную комиссию привели получили оценку не низу очхора по-моему два отлично два очхора а черные и так далее я говорю секундочку следите за рукой параллельно сла выставка областная я ассистенту воду сбегаю на ринг русско-европейских лаек и выдерни оттуда самого черного пса настоящего черного повезло привел ну вот как хороший хромово-офицерский сапог черный блестик ставим рядом ну так такой черноты драт не может быть он не бывает вы видели это собака темно-коричневая а не черная хотя мы называем ее черной это с одной стороны с другой стороны рассказывая про генетику напоминать не надо я сам вспомню и об этом расскажу специально приведу пример с черным дратхаром как их разводить и что получается от каких вязок расскажу вопрос этот был на прошлых курсах я его проработал провентилировал как говорили бюрократы прошлого века вот и расскажу а собственно говоря почему надо относиться к черному дратхару отрицательно объясните вы мне грешнику почему он легавая собака черный то стоящий рядом с легавая континентальная континентальная с проволочным волосом ломано то есть дратхар 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 только другой масти и только работает он как дратхар как дратхар у него нет отличительных черп он просто брюнет а в большой огромной популяции грузин или евреев блондины бывают сплошь и ряд настоящий грузин вообще голубоглазый а блондинистых евреев сколько хуже кто сказал что они все черные среди дратхаров бывают собаки различных расцветов мощей и так далее окрас в общем а почему не может быть такого черного тем более что он дает потомство черного окраса только при разведении в себе черных собак существуют приемы признание наследование этого признака такого как окрас который позволяет получать собак вполне хорошего качества ибо не только окрасом определяется порой кто-то написал что это нежелательно где-то а в другой стране это желательно так что тут дело такое спорное то есть мы с вами не спорим потому что если есть такая возможность отступления для этого специальности это может сделать то же самое что приподняли максимальный рост на два сантиметра тоже может запишем в стандарте на российский дракар предпочителен по крафтам коричневые темно-коричневые но допускается и допускается ближе к черным и положим конец этим цифром и все и будет спокойно разводить темных на хорошо ну и прелестно нежелательно ну а теперь давайте вместе встанем так сказать на место эксперта правильно нет собака идеально сложена все у нее есть только волосики у нее почему-то излишне темного окраса как я могу это расценивать в качестве эксперта не потому что я там могу себе позволять и так далее я вообще хулиган да не как нормальный эксперт это можно расценивать как некоторое отклонение от нормы небольшое на мой взгляд или большой недостаток и даже дефект хотя дефект не проходит Алексей Ильич но я этот вопрос задал как бы чтобы понимать вашу позицию по этому поводу ну как все моя позиция я говорю что собака соответствует пороге в стандарте черные пытались выкинуть и так далее но не выкинули у людей которые над харом занимаются серьезно весьма и серьезнее наших увы это дочь датхар крупная организация которая у нас существует в стране а у них черные собаки пожалуйста есть и они как раз провели эту работу генетический анализ как наследуется он каким образом их надо использовать в племенной работе а почему не использовать идеальную собаку брюнетистой масти для получения от нее идеальных щенков масти не брюнетистой только и все но вас услышал спасибо еще задавайте какие-нибудь вопросы пожалуйста я все таки вот я хочу вернуться к вопросу про собаку которая в невыставочной кондиции так мы ее не судим или мы ее судим но скажем так пишем что она излишне загружена да так вот как вот приходит там толстая перекормленная собачка я эксперт что я им говорю добрый эксперт супер тут я отвечаю так сказать начиная с фразы великой которую кто-то придумал из крупных людей наука умеет много гитик дело в том обратимся к документам ибо именем руководствуемся собака излишне загруженная мешает ли сей момент племенного использования животного вообще да нет да нет но весьма влияет на выставочный вид собаки в данный момент значит выше хоряя я ей не дам а вот при наличии нормальных всех у нее качеств ниже я ей дать не могу она может быть использована на племя ежели ее похудеют то то есть фактически выходит за рамки стандарта то есть есть стандарт нет нет ну хорошо ладно раз пошел такой разговор и пошла такая пьянка то будет последний огурец дело в том об этом говорить будут возможно я где-нибудь на этом споткнулся что в общем то стандарт что у нас что в международной кинологической федерации документ весьма фривольный любой во первых эти вещи написаны не стандартно стандарт как мне объяснили когда-то в госстандарте тогда существует это скучнейший документ во первых стандарт должен быть написан от а до я на любую породу и мы сделали в свое время глупость я на коленке там редакторскую правку делал на кинологическом совете прямо а Владимир Васильевич Григорьев докладывал штуку под названием введение в стандарты прямо вот так называют этого в стандартах быть не должно то есть ну вот удобно мы взяли и обобщили что неправильный прикус это там то, сё, пято, десятое калиброархизм хирургические вмешательства с косметической целью и так далее ну это должно быть формально написано в каждом стандарте скучно скучно, да но тем не менее потом в стандартах не определены в большинстве из них очень важные вещи кое-где есть а в большинстве нет допустим углы сочленений угол под которым держится шея у ряда пород есть у ряда пород нет так что относительно стандартов дело такое я не этот самый оголтелый революционер менять стандарты и не собирался и каждый но тем не менее потому что вещь такая ну что значит взгляд живой началась выставка нет выставка началась она когда это двухдневная выставка хорошая серьезная большая в старом стиле пришел я в субботу судить собаку а в пятницу ко мне приехали иногородние эксперты и мы до утра просидели головка в бобо мама гав гав и так далее и денежки тюки до обеда вот эта собака жучка номер 25 отвратительная и взгляд у нее не живой и вообще а после обеда когда пришел в себя она даже очень так что это дело такое опять же тот же самый проклятый человеческий фактор от которого эксперт должен быть избавлен потому что он эксперт только и все я я говорю вещи которые желать желательно но к сожалению очень редко бывают вот так что стандарт это стандарт это документ которого мы должны придерживаться и за рамки коего мы вылезать не должны и только и всего но это не догма да 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 у меня еще по наследованию всяких штук вопрос Вот вы говорите, что может что-то там, что было там 25 к лет назад вывезти вот сейчас, но это что касается экстерьерных вещей. Можно ли какие-то наследственные валячки тоже под это подписывать? А как? Я вот говорил о взаимосвязи различных мероприятий по отбору, о нем мы будем говорить, об испытаниях, в частности, и оценки экстерьера. Да, мы определяем функциональный экстерьер животного. Послушайте, я важную вещь говорю. Не свое, вы рассказывайте серьезно. Вы запомните потом на экзамене, спросите. Не надо, я не мстительный и сам был двоечник и так далее. Память хорошая, очень хорошая. Вот, это все дело на зуба. Я серьезную вещь говорю о связи, экстерьера и полевых качеств. И необходимости эти вещи измерять. Ибо серьезная работа, наука в частности, начинается там, где начинается измерение. К чему приводит игнорирование этой вещи? А, например, совершенно практически, к следующей школе. Не, 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 правда. Не, 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 правда. Не, 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 правда. Сколько не подбежали? Диванного разведения борзые русские псовые собаки. А также не испытанные всякие там штуковины наподобие Драдхара. Крупные собаки. Не прошедшие полевого испытания, неоднократно. К чему это привело? И пущено ее разведение. Забыл сказать. Самое главное. А привело это к следующему. Значит, когда мы всех борзых пропускали через испытания и допускали кляскам собак, естественно, имеющих полевую дипломку, то у нас в борзых практически не могло быть собак, имеющих дисплазию тазоведренного сустава. Потому что при малейшем намеке на эту болезнь, наследственную, собака не побежит. Или побежит так, что она не получит диплом. Она на диплом не сможет бежать у нее, откуда ему взяться. Вот практическая штуковина. Та же самая легавая собака, нагрузка на ножки, у которой будь здоров во время испытаний. Я их имею в виду. Про охоту я не говорю. Можно испытывать и не охотиться. И собаку использовать как племенную. Она может быть очень ценной. А хозяин может быть не охотник. Это бывает. И сейчас довольно нередко, скажем так. Если не часто. Вот. Так что это все взаимосвязано. И полевые испытания приводят к отбараковке собак, негодных по экстерьеру. В таких случаях, в такие моменты, когда мы на ринге, их оценивая, этих вещей не усекаем. Ну не вижу я у нее. Идет нормально, все хорошо. А на испытаниях она тю-тю. Не может она бежать. А вот так вот нам сдать не видно. Резонно? Вполне. Ну, крайний вариант я видел когда-то в Волгограде у борзых. Когда из машины выгрузили такое существо. Такая бабушка из бывших. И ее дочь такая довольно в большом возрасте. Чуть ли не на руках принесли русскую псовую морзую. Ленинградского разведения из декоративных этих диванных существ. У которых было дисплазия тазобедренного сустана. Под вывих коленной чашечки. И тогда это бы собака не могла ходить. Какая же эта борзая. Я рассыпался в комплиментах. И, наверное, собаку эту, слава богу, увезли. Я перекрестился на все четыре стартых света. Вот что это такое. То есть, ну, незначащих вещей нет. Все это очень четко взаимосвязано. И поле, и экстерьер. Экстерьер, и поле. А мы по нашим понятиям оцениваем именно вот вещи, которые нужны для хорошей работы в поле. Включая вещи, которые мы, так сказать, не очень-то умеем оценивать. Допустим, тип нервной деятельности и так далее. Единственный тест, это проверка реакции на быстро. Вообще, во всем собаковозе. А другого? А как собака ведет себя в ринге? Из экспертов, которых приходится видеть довольно часто, много людей, которые на это обращают внимание. И очень. Всем успешной учебы. До свидания. Что случилось? Кирякович. Ушел кирякович. А, ушел. Ну, хорошо. Значит, общество осталось на некоторое время на ночь без председателя. Это хорошо. Отдохнет общество, отдохнет председатель. Так, что еще? Я обратно с Борячков. Борячков, да. Гракова. Ну, вот у меня, допустим, да, ситуация. Как, вот сейчас сформулировать вопрос? Может ли одна и та же сука вот в одном помете выдать щенков, у которых, например, есть эпилепсия, а в другом, у которых нет эпилепсии? Если она несет вот эту вот болячку? Так она не несет эту болячку. Только она сама эпилептик? Нет. Нет. А вот опять же, она нет, она не эпилептик. Ну, так все правильно. Вот об этом, об этих вещах я буду говорить, когда буду рассказывать про генетику, про наследование этих шлюк. Не сегодня. Нет, могу ответить, сегодня только корня. Значит, конечно, может она рождать щенков с задатками эпилепсии при одном условии. Если ее вяжут с кобелем, который тоже в скрытом виде этим обладает. Тогда этот рецессивный ген, попадая в гомозиготное состояние, проявляется. Правда. Поговорюсь сразу. Минуточку. Это касается всех разных болячек и признаков. Эпилепсия гораздо сложнее. Потому что эпилепсии разновидностей существует много. И проявляется она при различных обстоятельствах. Проявляется не всегда. В крайних вариантах не лечится. И т.д. и т.п. Но собаку эту, как племенную, лучше не использовать. Потому что часть ее потомство будет в себе носить в скрытом виде этот признак. А если поменять ей паспорт, то все равно ничего не изменится. Нет, она может быть не носителем. Нет, не может. Нет, не может. А хорошо. Вот если это два разных кобеля. Два разных помета и два разных кобеля. Вот первый помет с одним кобелем все нормально. Второй помет с другим кобелем там вылезает. Правильно. У другого кобеля значит это... Ну, у нее-то может и не быть этого, правильно? Ну что, все равно есть? Конечно. Потому что у любого младенца есть папа. Желательно, чтобы он был. То есть она вылезает только тогда, когда и папа, и мама. То есть она, эпилепсия, вылезает только тогда, когда и папа, и мама носители этого. Да. В большинстве случаев так. Ну, с эпилепсией гораздо сложнее. Тут масса всяких нюансов. Вы мне расскажете. Препилепсию? Да. Это сколько надо часов? Можно ли так сказать, что у нас есть такой занятий? Злой семье. Одной семье. Правильно? Совершенно верно. Первый ребенок с эпилепсией, второй ребенок. Это целый комплекс наследственных признаков, которые... Папа, один мама. Старший ребенок с эпилепсией, младший ребенок. Ну, в одном помете могут быть, что... Проявилось это значит, что любите, охотите, но не забывайте. Зачем кладите урода? Нет, просто вот у меня вот ситуация сейчас, да, что мама моей с руки, вот у меня первый помет мой сын. Там все нормально. Сейчас он ее вяжет где-то в районе восьми лет второй раз, вот мой золотчик, да. И вот в этом втором помете один из щенков вылезает с эпилепсией. Я сейчас вот тоже со щенками сижу, и я вот голову теперь ломаю, что он мне дальше делать? Главное, чтобы у вас не было. У меня нету. Я говорю, вот в первом помете, где моя сука была, там этого не было. А второй помет вот этой нашей как бы мамы. Ну, это там спрятано. Вот я хочу понять, что в носительском саду, я хочу понимать, насколько она носитель, насколько там будут у этих детей дальше. Ну, вот ежели папа этих щенков тоже носитель, грубо говоря, то это уже не видно, то это и выскакивает. Это бывает, может быть, редко, а может быть, честно. Теория вероятности работы. Это может проезжать, а может не проезжать. Встретились при... Вот эти намерения, головые клетки, несущие в себе. Заболевание надо брать, но он попал в проявляемое состояние. Вот вам, пожалуйста, значит, животное с эпилепсией. Не было обстоятельств в жизни животного, которое вызвали, выявили, так и не заметим. Ну, а как тогда вообще их выявлять? Ну, и куча уже, может быть, носителей этих генов эпилепсии, а вы не знаете. Ну, вот так, в большом счете. Мы можем вязать, вязать, вязать? Так нет. На эпилепсию не стоит. Не стоит просто и не сдают. Животные, которые... Слишком сложно, не надо. Нельзя выявить, как вязать. У них и складные вязки убирают. Их не вяжут. Потому что они носители отрицательного признака. Только и всего. Происходит для этого сигнал, нет. Происходит для этого не всегда, к сожалению. Это возможно только при хорошей организации самоководства, которое сейчас и не пахнет. А можно вам вопрос еще задать? Он, наверное, больше теоретически. Вот. Произменчивость. Вот лайки тебе приехали в Москву, отъездили, стали выше, да? Ну, попутно стали там по копытам работать вместо пушнина. А назад вернуть можно? Они приобретут обратно те признаки, которые у них были. Если опять плохо кормить. Вот это не... Нет, по двух-то я сразу лайку не буду. Вот это изменчивость. Нет, дорогие мои, кормить ее надо. Только надо заниматься нормальной приметной работой. И грамотно подбирать пары. Об этом я, когда будем говорить о практических разных вещах, скажу. Что надо, к чему подбирать и каким образом отбирать потом. Если есть такие особи, если их найти. Так вся эта штука, а, давай менять стандарт. Вот, 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 я прощаюсь. А зачем? Да, давай не будем менять, но тогда нет. Тогда было плохо, потому что в Московском, этом самом, центре кинологическом, скажем так, было их около 70%. Поскольку, поскольку так, ну, ко мне прислушивался, да. Значит, дело в том, что это не будет. Я говорю, что это не будет. Я говорю, что это не будет. И у папы еще не будет. Предложение, оно страшное. А стандарт. У папы, у папы, у папы, у нас есть. Вы, 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 вы статистику на сто. И у второго. Около 70% собак близки к пределам. Как будем разводить? Вы не набираете силы? Это вот те же самые заводы. Ну и поменяли, ну и что от этого? Обязательно говоря, ничего не изменилось. А вот относительно того, что сказали по поводу... Что-то изменилось, что-то там и так далее, Весьма, по двум причинам. На пушнину охотиться никому не нужно, потому как тут ничего не сдашь и так далее. С другой стороны, поднимать свою увеличивающуюся в размере часть тела неохота. Топать по лесу, испытывая или охотясь в тайге, тем более, к чему мы, грешники, в свое время привыкли. И поэтому наш взгляд навечно другой у старых хорячей наподобие меня. И старше, правда, их слишком мало осталось. Удобно. К чему приводит? Постепенно. Сделать это трудно. То, что было достигнуто несколькими столетиями, по меньшей мере, селекцией, сломать довольно сложно. Потому что это не так. Это не настолько. Убрать из такой собак контакса норную собаку надо очень сильно потрубиться, достаточно длинное время, в чем направлено. И сделать из лайки только зверовую собаку можно. Но зачем? Ну сейчас дать моде. Потом понадобится куница, мадам Рокфеллер и Дюпон, а также какой-нибудь Делепаска и так далее. Я еще не знаю. Начнем нужную охоту. Почему у нас возникло советское хорошо отрегулированное собаководство? Почему в 43 году, кажется, были введены пайки для собак? А потому что 18% валютных поступлений в бюджет воюющего государства, это была пушнина. Православик освобождался от службы, от фронта. Он станул, кормил и снабжал боеприпасами. Поэтому у нас во время войны, в 44 году, по-моему, было открыто, ну я сейчас числа точно не помню, по-моему, около полусотни, 60, что ли, питомников, основным поголовьем которых были лайки. Почему мы были вынуждены в 47 году утвердить стандарты на разные породы лавек? До этого они тоже там как-то делились, но это уже история. Поэтому, конечно, можно все. И, так сказать, экономка, она хоть и должна быть экономной, она еще, плюс ко всему, решает, если не все, то многое. Ну, не нужно сейчас охотиться на пушнину. Давай будем заниматься тотализатором. Ну, устраивайте, аресталище. Рулайка не должна быть этой долилой. Совсем ни к чему. Это одно. Во-вторых, это моя точка зрения, я могу на любом уровне ее отстаивать. Дело в том, что то, что происходит в вольерах, кабаньих и медвежьих, тем более, испытаниями не является. Это тест на несколько признаков таких, как ее агрессивность, смелость. Всегда лет хорошо. Получают дипломы, зачастую приходится видеть. Собаки безбашенные, так сказать. Ну, дура она. Правда, даже эксперт тоже болван. Потому что собака идет в лобовую атаку, ей нельзя давать диплом первой или второй степени. Ну, нельзя. Это смертник. Собака должна соображать у нее, кроме всего прочего, довольно хорошо развит мыслительный аппарат. О чем всем спорили до последнего времени. Сейчас уже меньше спора. Но об этом, возможно, я еще где-то расскажу. Вот. Так что здесь это все меняется в зависимости от моды, от интересов собаководов, от способов охоты, в конце концов. Сейчас на настоящую ходовую лосиновую охоту, скажем, хору, редко. Туда? Да, редко. А так дяденька сидит, ему пуз большой поднять с помощью двух егерей на вышку как-то удается еще сгромоздиться. Взять в руки 9-миллилитровый карабин и на прикормочной площадке убить под свинка. Ну, кому охота, а кому... И смотреть на это не охота, не то что. Потому что это... К охоте имеет отношение маленькое. На меня страшно обиделись в свое время. Я в одном месте там делал такую охотоведческую халтуру. И хозяйство очень великое такое. Даже могу сказать где. Это бывшее высоковское хозяйство. Маира и кусок Завидова. Для белых людей, значит, называется русская рыбалка и охота. Офис у них с кинотеатром, бывшим кинотеатром России. Ну, в общем, там на Пушинской площади. Сколько там стоит квадратный метр аренды. Ну, вот, а члены этого клуба, значит, от такого ранга, как начальник налоговой полиции страны, еще что-нибудь там. Богатые люди. И у них там есть охотничье хозяйство такое. Ну, сидели там, ужинали, я говорю, мужики, а вообще-то... Я... С чем тратить деньги, вы бы могли их зарабатывать? Как? Очень просто. Устроитесь с бойцами на мясо в комбинат. Если вам доставляют удовольствие проливать кровь и кого-то убивать. А если вам доставляют удовольствие охота, как спорт... Я не говорю о промысловой охоте. То тогда вам не место на вышке, собственно говоря. Это же не охота. Это очень потлое поведение в отношении беззащитного, в данном случае, животного. Свинья пришла пообедать, ее позвали, постучали в ведро. А ее взяли и грохнули. Это как? Какой же это спорт, ребят? Ну, вся индустрия... Да? Просто так, не пустят, вот. Приди куда, скажи, вот. Хочу сам, вот. Не пустят. Ну, это я вот сказал, что на политические темы я разговоров ввести не буду. Мы выключим. Мы выключим. Мы выключим сейчас. Лицензия, это лицензия. Ее не очень получат. Так что мужик, даже для которого это проход, возможностей сейчас имеет мало. В свое время в Вологодской области, значит, с ребятами своими, с МНС-ами, работая в Институте охраны-плина, в то время, мы, значит, там вели полевые работы. Ну, и первый снег, остатки охоты, кровь, там, части всякие, обрезки валяются. Ну, охотоведы, ребята. А, мы сейчас, значит. Ну, пошли. Я уже, правда, к тому времени и одну собаку съел на этих вещах. Уже все знал и относился к этому спокойно. Пошли. Ну, чего там идти? Снег. Видно, откуда мужик. Приходит. Мужик. Баба. И шесть по лавкам сидят. Семидесятые годы. Череповецкий район Вологодской области. Кучить очень хочется. Без мяса мальчики и девочки не растут. Мужик, что, в браконьернище ходил? Формально, да. Но он себе еду добывал. Кончилось тем, что мои лихие охотоведы из рюкзаков в тушенку подоставали, да оставили. И ушли вместе со мной. Так что разные бывают обстоятельства. Можно с лицензией, можно без. Можно оштрафовать, можно вообще посадить. В свое время по первой работе лайки я видел в те времена, когда за лоси можно было получить десять лет. Я был маленький мальчик, но меня почему-то волею судеб на охоту у мужики иногда брали. Я видел, как работают настоящие лайки. Парганецкие. Это не похоже на то, что у нас в правилах испытаний. Это без шума. Аф. И все. Высказан. Двадцать минут. И тишина. Первозданная. Но десять лет за лосика было. Вот и все. Не охотились? Охотились. С лицензией. Ага. От Лаврентия Павловича. Так что все меняется и так далее. Естественный вопрос. А что будет дальше-то? Как говорила одна старуха, перемелится мука будет. Но не может российское собаководство погибнуть. Иначе надо пойти и повеситься. Ну, это относится большей частью, конечно, к лайководству и так далее. С легавыми собаками порядка больше. С норными, ну, поехали в спортивную штуку. С легавыми охотятся. И испытания у них проходят наиболее приближенно к боевым условиям. А у лавек это единственное, что осталось, это вот пушнение. Да, там действительно похоже на охоту. Когда делается по-настоящему. А не так, как я говорил, там, за пол ящика кондин. У нас много перводипломных собак. Монтировка вот такая. А Зох Андрей, как говорят жители Бердичева, Одессы и других солнечных городов. Ну, задавайте еще политические вопросы. Отвечаю на все. Вот таких вот. Ну, ладно, в следующий час приду, отодвигаюсь вот от этой бумаги. Будем говорить про генетику, про основу примитрового дела. Я думаю, что я успею за те часы, которые имеются на это данные. Именно вот с этих вот вещей, о которых спрашивали. Как быть с вещами патологическими. Какие они бывают. Об этом я тоже расскажу. Для общего развития. Какие бывают генетические пороки. И как они наследуются. И так далее. Но принципы, так сказать, и тонкости всякие. Естественно, знать эксперту любого рамка. Совсем не обязательно. Почему? Потому что он племенной работой, как таковой, не занимается. Этим занимаются люди, которым доверенно и так далее. Божьей даршей яичнице ей не приходится. Вот она вот тут сидит, она занимается племенной работой. Но для нее эти все оценки, они имеют значение как справочный материал. И только. И так далее. Можно я у вас дам украду? Я отпускал у всех, да. И нам шикава разделывать. И сюда. Я была бы рада вас дам. Держись. Я вообще тебя заметил. Значит, ты хорошо замаскировался, Андрюх. Спасибо. 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 Спасибо.